Привет, бойцы! С вами проект Моя Тай Сики и я Варченко Виталий. Сегодня у нас невероятные победы, самые невероятные победы в ММА. Как вот это, например. Треугольник вверх ногами. Это просто невероятно. Такое вчудить, оставить треугольник ногами и доработать этот треугольник. Не упав, не повис, но еще и всаживая при этом удары. Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падах, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Я, конечно, сразу извиняюсь. Возможно, какие-то моменты я буду говорить неправильно, неверно. Я не очень хорошо знаком с элементами джиу-джитсу, с названиями приемов. Я больше ударник, чем борец. Поэтому некоторые моменты попрошу вас исправлять в комментариях под видео. Если где-то я буду неправ или что-то неправильно назову. Вот отличный от Жозе Альдо нокаут. Когда его хотели ударить ногой в прыжке, он левым прямым четко угадал навстречу. И сейчас мы увидим просто невероятную штуку. Это бостонский краб. Ребята, кто смотрел Бушидо, напишите в комментах. Я просто помню эту эпоху Бушидо, которая считалась невероятным единоборством. Я думал, что это возможно только в Бушидо делать бостонского краба. Но, как показали эти ребята, даже в ММА можно сделать бостонского краба. Ну, удары сальто, это тоже из разряда фантастики. Это можно назвать ниндзями. Живыми ниндзями в ММА. Вот такие удары чудить. Правда, этот удар пришелся в пах, что незаконно, нелегально и не по правилам. Кстати, если вы знаете бойцов, ой, классный удар, хотел одно сказать, но такой удар зашел с разворота. Такой чисто тэквандистский удар, когда одну ножку показывают и в развороте пробивают второй в корпус. Чисто четко в печень зашло и посадил. Такое бывает редко, но красиво. Если вы знаете имена бойцов, которые делают эти нокауты, пишите в комментарии. Возможно, нам будет всем интересно знать таких профиков и посмотреть их бои в других видео. Снова у нас удар сальто. На этот раз более легальный. И из этого сальто наш боец перешел в полный маунт и захватил партер под свой контроль. Ну и дальше его доработал. И снова оба бойца делают болевые. Один пытался забрать ногу, второй пытался его при этом задушить. И свой удушающий он почему-то отпустил. И зря. И бой проиграл болевым на колено. Снова у нас борьба. И снова это уже без ударов. Видать, не ММА, а чисто, как говорится, ноу-ги. То есть борьба без ударов. И четкий треугольник в прыжке. Как джиу-джитсеры это делают, тоже мне интересно. Стоять в стоечке и потом прыжком обхватить ногами голову и сделать треугольник. Во, очень классный момент. Это уже правило Кайуан. Когда левой ножкой высекается, передняя нога противника. И сразу добавляется удар той же ногой с подшага. Сдвоенные удары получаются. Ну это торнадо, нокаут. Очень классно. Классный боец, ребята. Напишите в комментариях. Сейчас проверим, кто смотрит видео. Как зовут этого бойца. Это очень известный боец. Очень известный он своими ударами и невероятной техникой. Недавно он в Беллаторе сделал очень классный нокаут. Тоже похожий, только рукой. Сделал вертушку под торнадо, а сам ударил рукой. И снова у нас невероятный нокаут в прыжке. Вернее, не нокаут, а болевой. В прыжке забрать руку на... Это что-то такое невероятное. В чудили. Стояли в стойке. Боец наклонился, выхватил ногу и перекрутил сальтом, выхвачивая переднюю ногу. Что только бойцы не чудят. Конечно, и говорят, как бы, вот, да, делаешь там видео какие-то, показываешь ребятам комбинации. И всегда в комментариях пишут, да там надо руку держать возле головы. Да когда бьешь прямой, надо довернуть носок. Ну, в общем, диванные спецы, которые там по три месяца позанимались боксом, вот им так показали, как надо. И они думают, так вот как надо. А реально посмотришь, бои проходят все, что хочешь. Самые невероятные удары могут проходить. Самые невероятные болевые. И казалось бы, когда тебе это показывают, да, вот можно пробить там два прямых снизу сбоку, ловки колена, зайдет. И говорят, да нет, не зайдет, это сильно большая серия, такое не зайдет. Но когда смотришь вот такие нарезки нокаута, вот, ну вы посмотрите, что чудят. Один делает болевой, второй ногами отталкивается от сетки и выходит из этого удушающего. Выталкивает его и вырывается. Ну как такое, ну как, ну как таким можно не восхищаться, да? Вот как на тренировке такое наработать? Это чисто интуиция бойца. Вот точно так же, как ножницами высекают ноги. Казалось бы, да как, да что, в бою такое никогда не пройдет, а на самом деле проходит. Вот точно так же, как и локоть снизу. Очень часто в тайском, это у нас Сильва, наш паук, который очень классно использует технику тайского бокса. И как только что опять нам локоть с разворота всадил навстречу. Часто нокаутирующие моменты. После локтя с разворота очень часто бывают нокауты или сечка минимум. Но очень важно его попасть, самое тяжелое его попасть. Но это такой случайный нокаут ногой на отмашку. С чего я начал свою историю и немножко отвлекся на красивые нокауты? С того, что не будьте узкими. Ребята, не будьте узкими. Не думайте, что вот вам показали левый, правый, прямой. Вот двойка, да. Она называется двойкой, значит она бьется на скачке. Значит надо довернуть правую ножку на носочке, левую ножку на носочке. Все, что хочешь может быть. Вот как только что мы видели. Удар ниндзя называется. Оттолкнуться от сетки, ударить ногой в голову и нокаутировать. Все. Бой это такая штука, в котором чаша весов может перейти на любую сторону. Туда или туда. И может пройти самые невероятные удары. Может быть кривой какой-то, косой, который без техники, без удара. Но он закроется, перетерпит 3-4 удара и просто махнет правый сбоку. Просто на отмашку. Даст оверхенд какой-то. Попадет в челюсть и нокаутирует. Все, победа. Хотя казалось бы, кривой, косой, что он умеет. А вот так бывает в бою. Это бой. И вот такие невероятные подсечки из дзюдо проходят тоже. Поэтому не будьте дуболомами, которые там смотрят где-то, видят какую-то ошибку и думают. Да это не пройдет. Да он неправильно, да он бьет ногой и руки опускает. Такого бойцы в реальном бою, так само как Рэмпейдж, Андерсон, Сильва, вообще работают с опущенными руками. Просто так делать можно уже на интуитивном уровне. Когда у тебя достаточно опыта. Когда у тебя достаточно мастерства. Напиши в комментах, что ты думаешь по поводу того, как работать в сетке. Надо четко стояться поднятыми руками. Или в ринге, в перчатках, закрыться в глухой защите, ничего не делать. Или работать как профессионалы с опущенных рук. Или как Сильва в свое время вообще руки за спиной держал. Или как МакГрегор пытаться там дергаться как-то в стойке карате стоять. Кому как больше нравится, тот таки работает. Но мне интересно, что вы думаете на этот счет. Подписываемся на канал, ставим лайк, делимся видео с друзьями. Пускай посмотрят на эту красоту тоже. А если ты хочешь освоить навыки ударных единоборств, которые помогут и на улице, и в ММА, и в ринге. Тебе в этом обязательно помогут бесплатные видеокурсы по ссылке в описании под видео. Настойчивости в тренировке. И раскрой свое сознание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok